Чрезвычайная ситуация, это обстановка на определенной территории, сложившейся в результате аварии, опасного природного явления, катастроф и стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей. Федеральный закон о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В России ежегодно происходит более 250 чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и биолого-социального характера, в которых гибнет более 500 человек, а количество пострадавших исчисляется десятками тысяч. Самая большая доля пострадавших приходится на природные и чрезвычайные ситуации, а наибольшее число погибших — на техногенные и чрезвычайные ситуации. Первое место в ряду стихийных бедствий по повторяемости, охвату территории и среднему годовому материальному ущербу занимают наводнения. Площадь затапливаемых территорий в России составляет 15 миллионов гектар. Около 4,5 миллионов человек ежегодно подвергаются риску потерять имущество, а порой и жизнь. Из года в год на территории Сибири возникают природные пожары, которые могут охватывать большие территории, угрожая населенным пунктам и ухудшая экологическую обстановку. В техногенной сфере наибольшую опасность представляют аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и очистных сооружениях, инциденты с выбросом химически опасных веществ, взрывы и пожары на опасных производственных объектах, транспортные аварии, аварии на гидросооружениях и электроэнергетических системах. Как показывает печальный опыт других стран, при крупных химических авариях и авариях на гидротехнических сооружениях, число пострадавших может исчисляться тысячами и десятками тысяч человек. Поэтому защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций является одной из важнейших и приоритетных задач государства. Во многих странах, начиная со второй половины XX века, начали создаваться государственные службы спасения, которые были призваны оказывать помощь людям, пострадавшим в результате стихийных бедствий. В это же время на территории нашей страны произошли такие серьезные катастрофы, как землетрясения в Армении, аварии на Чернобыльской атомной станции, крушение поездов в Башкирии. При ликвидации их последствий стало очевидно, что в государстве нет профессиональной спасательной службы, готовой своевременно прийти на помощь людям. Глобальное изменение климата, увеличение и усложнение техносферы и, как следствие, непрекращающийся рост количества и масштаба чрезвычайных ситуаций, обусловили необходимость создания в России структуры, отвечающей за защиту населения и территории от природных и техногенных опасностей. Профессиональная спасательная служба в нашей стране создавалась и развивалась в период становления нового российского государства и стремилась отвечать чаяниям и запросам современного общества. В декабре 1990 года постановлением Совета министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей, в задачу которого входило обеспечение безопасности населения во время стихийных бедствий и техногенных катастроф. На его базе в ноябре 1991 года указом президента РСФСР был создан Государственный комитет при президенте РСФСР по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В его состав вошли войска гражданской обороны. В январе 1994 года указом президента Российской Федерации Госкомитет был преобразован в министерство. Ему были переданы функции Госком Чернобыля и Комитета по проведению подводных работ особого назначения. В 2001 году в состав МЧС России вошла Государственная противопожарная служба, а в 2003 году Государственная инспекция по маломерным судам. Сегодня МЧС России — это многофункциональная структура, которая сосредоточила в себе единое управление силами и средствами, обеспечивающими безопасность жизнедеятельности населения. МЧС России выполняет функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Задачи управления, координации, контроля и реагирования в этой сфере возложены на МЧС России. Основу сил оперативного реагирования составляют спасательные и воинские формирования МЧС России, которые решают задачи по эвакуации и жизнеобеспечению населения, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации, восстановлению пострадавших объектов и коммуникаций, доставке гуманитарных грузов и сохранению культурного наследия. Во всех федеральных округах созданы поисково-спасательные отряды, располагающие современной техникой и оборудованием, необходимым для оказания помощи пострадавшему населению. Крупные спасательные центры прикрывают важные регионы страны и одновременно являются учебной базой для подготовки специалистов. Для решения гуманитарных задач за пределами Российской Федерации из части сил системы МЧС России создается Российский национальный корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования. Вы по праву заслужили авторитет и уважение и в российском обществе, и далеко за пределами нашей страны, решая все поставленные задачи добросовестно и эффективно. Высокий уровень защиты от чрезвычайных ситуаций обеспечивается слаженными совместными действиями всех органов власти Российской Федерации в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сокращенно называемой РСЧС. В состав сил и средств РСЧС входят подразделения пожарной охраны, аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные, поисково-спасательные, аварийно-восстановительные, аварийно-технические, горно-спасательные и лесопожарные формирования, силы и средства наблюдения и контроля различных ведомств и организаций. Органы управления и координационные органы РСЧС созданы на всех уровнях власти и в отдельных организациях. Сегодня РСЧС — это современная, динамично развивающаяся структура, использующая новейшие технологии и оборудование. Во многом благодаря совместным деятельности Федерального центра и регионов, функциональных и территориальных подсистем РСЧС, сокращается количество аварий, пожаров и других нештатных ситуаций. Вместе с тем, существующие опасности и вызовы в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций определяют необходимость выработки новых подходов к развитию и совершенствованию РСЧС, ее территориальных и функциональных подсистем. Для обеспечения межведомственной координации, оперативного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, на федеральном уровне создан Национальный центр управления в кризисных ситуациях. Это интеллектуальный многоуровневый управляющий комплекс нового поколения, позволяющий в круглосуточном режиме решать управленческие задачи системы антикризисного управления. Здесь в оперативном режиме круглосуточно обрабатывается огромный массив информации, стекающийся со всех субъектов Российской Федерации. Аналогов Национальному центру управления в кризисных ситуациях и его аппаратно-программному комплексу не существует ни в одной стране мира. В субъектах Российской Федерации аналогичные задачи решают центры управления в кризисных ситуациях территориальных органов МЧС России. Важное место в предупреждении чрезвычайных ситуаций при организации ликвидации их последствий занимает нормативно-правовая база. Основополагающим законом остается Федеральный закон 68 ФЗ о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятый 21 декабря 1994 года. В последующие годы в этот закон были внесены необходимые корректировки, а также принято несколько тысяч нормативных актов различного уровня, устанавливающих требования в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Не только федеральные органы управления, но и органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления должны проводить мероприятия по защите населения и территорий, поддерживать в постоянной готовности технические системы управления, оповещения и защиты населения, а также решать задачи по подготовке населения к действиям во время чрезвычайной ситуации. Мировой опыт и 15-летний опыт работы МЧС России со всей очевидностью показывает, что природные и техногенные катастрофы эффективнее предупреждать, чем ликвидировать их последствия. Поэтому современное законодательство определяет, что главной задачей органов исполнительной власти всех уровней, становится не только ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, но и плановая работа по их предотвращению. Важнейшим направлением деятельности МЧС России является проведение превентивных мероприятий по предупреждению стихийных бедствий и техногенных аварий, профилактике пожаров, а также мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах. В целях минимизации ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, принимаются государственные и федеральные целевые программы. Успешная реализация этих программ позволяет существенно сократить как количество чрезвычайных ситуаций, так и число пострадавших от них. Для обеспечения соблюдения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также организациями, их руководителями и должностными лицами, отдельными гражданами, обязательных требований, установленных законодательством, осуществляется государственный надзор. Федеральный государственный надзор осуществляется подразделениями МЧС России, а региональный государственный надзор — органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Надзорные процедуры являются одним из важнейших элементов профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций, прежде всего в техногенной сфере. Государственный надзор осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок. Например, в 2018 году органами Федерального государственного надзора была проведена 1881 проверка в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе 1371 плановая проверка и 510 внеплановых проверок, выявлено 1530 нарушений обязательных требований законодательства, и наложено 453 административных наказания. Деятельность надзорных органов, направленная на осуществление мер по профилактике, осуществляется также в формах правового информирования и правового просвещения, то есть распространения знаний о правах и обязанностях граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о способах реализации и выполнения установленных требований. Важную роль в предупреждении чрезвычайных ситуаций занимает государственная экспертиза проектной документации особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности. Планирование развития территорий, в том числе установление функциональных зон, определение планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения, осуществляется с учетом риска чрезвычайных ситуаций, соблюдением требований безопасности территорий, требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Разрабатываемые проекты генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов включают анализ риска возникновения чрезвычайных ситуаций, проектные мероприятия по минимизации их последствий, а также возможности застройки и хозяйственного использования территорий, с учетом установленных ограничений. В России интенсивно развивается наука анализа и управления риском, создана и совершенствуется индустрия спасательных технологий и оборудования. За последние годы выполнены сотни научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок, опробованы новейшие технологии проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения, в том числе с применением вертолетов Ми-8, Ми-26, самолета-амфибии Б-200ЧС. Созданы новые пожарные и спасательные автомобили различного класса, диагностический комплекс для оценки состояния зданий и сооружений, робототехнические комплексы для тушения сложных пожаров, современные средства индивидуальной защиты, и многое другое. Особое внимание уделяется разработкам и внедрению новых пожарно-спасательных технологий, техническим решениям и информационным системам в области предотвращения чрезвычайных ситуаций и катастроф. В систему МЧС России входят два научно-исследовательских института, шесть вузов и четыре учебных центра Федеральной противопожарной службы, которые осуществляют подготовку профессиональных кадров. В субъектах Российской Федерации созданы учебно-методические центры, в которых проводится повышение квалификации должностных лиц и специалистов РСЧС. И во многих других учебных заведениях страны проводится подготовка и повышение квалификации специалистов, в области защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. В Российской Федерации создана система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Система в целом включает в себя множество межведомственных, территориальных и ведомственных подсистем, в том числе Росгидромета, Академии наук, Минприроды, Минздрава, Ростехнадзора, задействовано свыше 7000 организаций и учреждений по всей стране. Периодически или непрерывно контролируется гидрологическая, метеорологическая и сейсмическая обстановка, уровни радиационного и химического загрязнения, состояние опасных производственных объектов и другие параметры, необходимые для прогнозирования возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера и их последствий. В 2018 году в МЧС России началась активная работа по применению возможностей космического мониторинга, который был задействован при реагировании на более чем 130 чрезвычайных ситуаций. Сейчас специалисты по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций работают практически во всех субъектах Российской Федерации. Составляются долгосрочные, среднесрочные, а также оперативные прогнозы развития чрезвычайных ситуаций. Как показывает статистика, оправдываемость прогнозов довольно высока и составляет в среднем 70%. Власти любого уровня всегда могут воспользоваться полученными данными и прогнозами. Для руководителей местных органов власти, разрабатываются рекомендации по своевременному и эффективному реагированию на различного рода бедствия. Это помогает принять необходимые меры и не допустить возможных человеческих жертв, уменьшить масштаб катастроф. В 2005 году вышел в свет первый в истории России, атлас природных и техногенных опасностей в Российской Федерации. Он был подготовлен специалистами МЧС совместно с научными организациями Российской Академии Наук. Этот уникальный труд стал важной составляющей в системе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Представленные в нем материалы позволяют руководителям федерального, регионального и муниципального уровней, специалистам и ученым различного профиля, использовать их в своей работе, осуществлять социально-экономическое планирование и управлять территориями и отраслями, учитывая природные и техногенные опасности и риски чрезвычайных ситуаций. В 2010 году была выпущена обновленная редакция атласа, которая содержала расширенный объем данных, характеризующих существующие природные и техногенные опасности и риск. В 2017 году начаты работы над новым, интерактивным атласом, включающим онлайн-версию. Важное социальное и экономическое значение имеет планирование и осуществление мероприятий по предупреждению и заблаговременной подготовке к ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций, снижению ущерба от них. Планирование действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций охватывает все уровни управления страной и все системы и подсистемы экономики, основываясь на анализе имевших место чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф и стихийных бедствий, и на прогнозных данных. В планах предусматриваются объем, сроки, организация и порядок выполнения мероприятий по предупреждению или снижению размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, последствий крупных производственных аварий и катастроф, стихийных бедствий при угрозе их возникновения, а также по защите населения, материальных и культурных ценностей, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при их возникновении, определяют привлекаемые для этого силы и средства. Планы уточняются при возникновении угрозы и непосредственно в процессе работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. На отдельных объектах, в зависимости от их специфики, разрабатываются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и другие. Важной и неотъемлемой составляющей частью мер по подготовке к защите населения являются резервы материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Эти резервы предназначены для использования при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания пунктов временного размещения пострадавшего населения, пунктов питания и организации первоочередного жизнеобеспечения. Резервы создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае необходимости. Номенклатура и объемы резервов определяются с учетом местных особенностей и включают продовольствие и пищевое сырье, медицинское имущество и медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы. Снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций во многом зависит от своевременного оповещения должностных лиц и всего населения об угрозе ее возникновения, полноты информирования о правилах поведения и мерах защиты в сложившейся обстановке. В Российской Федерации созданы и функционируют региональные, местные и локальные системы оповещения населения. В зависимости от характера и масштаба угрозы, применяются различные формы и способы оповещения населения, от самых простых, таких как подворовый обход, до более современных с использованием системы автодозвона по проводным линиям связи, сетей телерадиовещания, ресурсов и операторов сотовой связи, интернет-технологий и так далее. Но основной способ оповещения населения — передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. Кроме того, информирование и оповещение населения осуществляется с помощью специализированных технических средств, таких как общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, и система защиты от угроз природного и техногенного характера, информирования и оповещения населения на транспорте. На территориях, подверженных воздействию опасных, быстро развивающихся природных явлений и техногенных процессов, создаются комплексные системы экстренного оповещения населения, сопряженные с системами мониторинга и прогнозирования опасных природных явлений и техногенных процессов. При возникновении чрезвычайной ситуации или при непосредственной угрозе ее возникновения, для защиты жизни и здоровья населения применяются следующие основные мероприятия. Укрытие людей в приспособленных и в специальных защитных сооружениях Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи Проведение мероприятий медицинской защиты Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ Укрытие населения в приспособленных помещениях и в специальных защитных сооружениях проводится по месту постоянного проживания или временного нахождения людей, непосредственно во время действия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций, а также при угрозе их возникновения. Для укрытия людей могут использоваться помещения производственных, общественных и жилых зданий, приспособленные под нужды защиты населения, а также защитные сооружения гражданской обороны, убежище, укрытие, противорадиационные укрытия. Эта мера защиты применяется кратковременно, на период до нескольких суток. Если поражающие факторы чрезвычайной ситуации продолжают действовать, то решается вопрос об эвакуации населения. Эвакуация проводится при угрозе возникновения или появления реальной опасности формирования критических условий для безопасного нахождения людей, а также при невозможности удовлетворить в отношении жителей пострадавшей территории минимально необходимые требования и нормативы жизнеобеспечения. Эвакуация проводится путем организованного вывода или вывоза населения в близлежащие безопасные места, заранее подготовленные и оборудованные в соответствии с требованиями и нормативами временного размещения, обеспечения жизни и быта людей. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи предотвращают сверхнормативные воздействия на людей опасных и вредных аэрозолей, газов и паров, попавших в окружающую среду, а также снижают нежелательные эффекты воздействия на человека светового, теплового ионизирующего излучений. В качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания используются общевойсковые, гражданские и промышленные противогазы, респираторы, простейшие и подручные средства. В качестве средств индивидуальной защиты кожи используются общевойсковые защитные комплекты, различные защитные костюмы промышленного изготовления и простейшие средства защиты кожи. Мероприятие медицинской защиты проводится с целью предотвращения или снижения тяжести поражений, ущерба для жизни и здоровья людей при воздействии опасных и вредных факторов чрезвычайной ситуации, а также для обеспечения эпидемического благополучия. Для этого применяются профилактические медицинские препараты, антидоты, протекторы и стимуляторы резистентности, оказывается квалифицированная медицинская помощь пораженным и их специализированное стационарное лечение, иммунопрофилактика и проведение других противоэпидемических мероприятий. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы проводятся для срочного оказания помощи населению, которая подверглась воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштаба, локализации или ликвидации чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные работы направлены на поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных факторов, на оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, на создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования. Опыт проведения спасательных работ говорит о том, что 80% пострадавших удается спасти в первые пять часов после аварии. Неотложные работы обеспечивают блокирование, локализацию или нейтрализацию источников опасности, снижение интенсивности, ограничение распространения и устранение действий на людей поражающих факторов до уровней, позволяющих эффективно применить другие мероприятия защиты. Важное место в снижении потерь в чрезвычайных ситуациях и повышении эффективности мероприятий по защите занимает подготовка всех групп населения к действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям. Такая подготовка носит практическую направленность и нацелена на повышение готовности населения к умелым и адекватным действиям при угрозе и возникновении опасностей, характерных для районов проживания и работы людей. Согласно законодательству, подготовке в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера подлежит Работающее и неработающее население, лица, обучающиеся в учебных заведениях, руководители органов власти и организаций, должностные лица и специалисты, уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Таким образом, такая подготовка является практически всеобщей. Население обучается правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты. Руководители и специалисты получают навыки управления силами и средствами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации и проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий, изучают порядок действий в различных условиях. В зависимости от категории населения формы подготовки различны. Например, для неработающего населения это проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учение и тренировки по месту жительства, изучение пособий, бометок, листовок и буклетов. Школьники и студенты изучают курс «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». Для работающего населения проводятся занятия и инструктажи по месту работы согласно рекомендуемым программам. Совершенствование знаний, умений и навыков осуществляется в ходе проведения учений и тренировок. Способность человека защитить себя базируется на основе обучения и формирования определенного типа сознания, создающего потребность во владении навыками и средствами защиты, а также на мотивации и деятельности, направленной на получение дополнительной информации, определение соответствующего выбора в сложившейся ситуации, и участие в управлении риском на уровне общества. Важнейшая задача состоит в том, чтобы направить разум и усилие людей на достижение целей гармоничного развития человека, природы, техносферы и таким образом обуздать стихийный процесс потребления ресурсов нашей планеты. Шагнув в третье тысячелетие, человечество должно осознать, что попытка безраздельно властвовать над природой, это путь к собственному уничтожению. Как бы высоки не были наши достижения на пути научно-технического прогресса, по сути мы все те же дети природы, как и наши далекие предки. И только гармония человека с природой, его жесткая нравственная позиция по отношению к своим деяниям, позволит изменить этот мир, сделав его стабильным и безопасным. Продолжение следует...